Друзья, всем привет! С вами Жардем. Записываю видео сразу же после исторической победы сборной Грузии на сборной Португалии с насчетом 2-0 в группе F в рамках группового этапа чемпионата Европы. Честно сказать, эта сенсация, сенсейшн на весь футбольный мир сотворила сборная Грузии, обыграв сборную Португалии с насчетом 2-0 и тем самым отобравшись в плей-офф Евро 2024. Честно сказать, от дебютанта Евро мало кто ждал таких результатов. Я лично, как и многие фанаты и любители футбола, ничего не ждал от сборной Грузии. Посчитал, что выход в группу Евро будет для них историческим достижением, как это и оказалось. Но грузины нас всех удивили и прошли дальше, обыграв крепкую сборную Португалии, которая провела без сомнений крутой отбор. Давайте вспомним, что португальцы заняли первое место в своей группе отбора на Евро, выиграв 10 матчей из 10, забив 36 мячей и при этом пропустив всего 2. Чтобы вы понимали, в матче против Грузии они тоже пропустили 2, пропустив грузинов, тем самым в плей-офф Евро 2024, где грузины сыграют со сборной Испании. Ну а сейчас предлагаю вспомнить успех в целом Грузии, как она отобралась на Евро, просто в формате лайва, вживую. Вспомнить Лигу наций, благодаря ей Грузия отобралась на Евро, вспомнить, как Грузия выступала в отборе на Евро, ну и в целом взвесить их шансы в 1-8 с крепкой сборной Испании. Ну а сейчас, друзья, я листаю Инстаграм, ТикТок, Ютуб и просто вижу радость в Тбилиси, прямой эфир из Тбилиси, фотографии, где поздравляют Квичу, поздравляют сборную Грузии. Радуются грузины, радуются обычные рядовые фанаты и любители футбола такому успеху, ну можно сказать, нефутбольной страны под названием Грузия. Ну я честно, искренне за них рад, желаю им успехов в предстоящих матчах, ну а мы начинаем, ребят. Я вот открываю группу, как они начинали вообще в целом. Предлагаю вспомнить Лиги Наций Уэфа, где они заняли первое место. Благодаря, кстати, этому первому месту они играли в стыках на Евро. В группе 4 они выступали, где обыграли, обошли сборную Болгарии, Северную Македонию и сборную Гибралтара, заняв 16 очков в 6 играх. Далее у них был отбор на Евро, где они выступили не так удачно, заняли четвертое место в группе, пропустив вперед сборную Испании и сборную Шотландии, которые, кстати, и вышли в групповой этап Евро. Также Грузия опередила Норвегию, но Грузия воспользовалась шансом успешного выступления в Лиге Наций и тем самым сыграла стыки в отборе на Евро 2024, где в первом матче обыграла сборную Листембурга с отсчетом 2-0 и уже в финальной игре обыграла сборную Греции по серии пенальти. Эту матч я тоже смотрел, и именно тогда мне начала импонировать данная сборная, которая, просто сказать, билась до конца, невзирая ни на какие коэффициенты, никакие мнения экспертов, которые говорили, что сборная Грузии ничего не светит. Но как мы видим, успешное выступление в группе. Давайте вспомним, кстати, как грузины сыграли эту группу. В первом туре они проиграли сборной Турции со счетом 3-1, но, честно сказать, я смотрел обзор данного матча и хочу сказать, что грузинов по ходу этой игры не могу ничем упрекнуть. Ребята также бились до конца, но просто Туркам в моменте больше повезло, где-то выше класс игроков, и красивый удар Гюлера, можно сказать, поставил точку в той игре. Далее была ничья с чехами, в которой грузины показали тоже добротный футбол. Чехи забили первыми, но гол отменили из-за офсайды, как показывает нам приложение флэш-скор. Далее забил Микаутация, о котором мы отдельно с вами еще поговорим, забил с пенальти. Далее ответил Патрик Шик на 59-й минуте. В целом было много урожая горчичников, но тоже довольно успешный результат для сборной Грузии, которая сыграла с крепкой сборной Чехии со счетом 1-1. Далее многие списали сборную Грузии после второго тура в группе, что нет шансов у сборной Грузии обыграть сборную Португалии, которая, как я ранее сказал, провела очень крутой отбор, и в целом уже вышла досрочно в плей-офф Евро, чемпионата Европы. Ну, как показывает статистика, просто суперматч провели ряд игроков сборной Грузии. Отдельно хочу отметить игроков Микаутация, который, на секундочку, является лучшим бомбардиром по итогу группового этапа и сейчас возглавляет список бомбардиров в чемпионате Европы. Кто мог подумать, что игрок Меца, игрок сборной Грузии будет возглавлять список бомбардиров в чемпионате Европы по итогу группового этапа. Честно сказать, этого никто не ждал, и, можно сказать, Грузия нас с вами приятно удивляет, продолжает приятно удивлять. Далее я хочу по ходу матча отметить матч. Я смотрел от начала до конца, был в восторге после быстрого гола Хвича на второй минуте. И тогда уже что-то в сердце ёкнуло, и подумал, что грузины могут это сделать. Супер матч провел Мамардашвили, вратарь сборной Грузии и футбольного клуба Валенсия, который отразил довольно много ударов, совершив немалое количество сейвов. Сейчас я пытаюсь посмотреть, сколько сейвов сделал грузин, а он сделал целых пять сейвов против сборной Португалии, во главе с Криштианом Роналду. Владение было также за португальцами, многие аспекты были за португальцами. Португальцы в целом, по мнению статистики, наиграли минимум на два гола, нанеся 22 ударов по воротам. Ну, грузины молодцы, не пропустили от португальцев. Может быть, где-то повезло, где-то футбольные боги были на их стороне, но это их упорство. Далее последовал пенальти. Микаутадзе уверенно развел вратаря и мяч по разные сетки ворот, по разные стороны ворот. И как итог 2-0. Далее пошел дисциплинированный футбол от сборной Грузии, и как итог, повторюсь, 2-0. Грузины обыграли. Микаутадзе лучший бомбардир, Грузия в плей-офф, где сыграет со сборной Испании. Кстати, Грузия играла со сборной Испании в отборе на Евро, где, помнится, мне проиграла очень крупно. Сейчас посмотрим, вспомним матчи сборной Грузии. Сейчас всю секунду пытаюсь найти. Вот, подсказывает мне флеш-скор, проражение. В Испании, в Мадриде они проиграли с расчетом 3-1. Голами отметились Ле Норман, Торос и был автогол. От Грузины тогда, в том матче, гол забил также Хвичек Парсихеля. Но в Грузии, в Тбилиси, они проиграли очень крупно, с расчетом 1-7. Единственный гол забил Чиквитадзе. В целом, Грузия меня приятно удивляет, но лично мое мнение, я хочу, чтобы сказка продолжилась, но что-то внутри подсказывает, что все-таки исторический результат, 1-8 евро станет для Грузии финальной на этом чемпионате Европы, потому что Испания идет очень уверенно, это лично мое мнение. Ну и как показывают очные встречи, я думаю, что все-таки испанцы придут в 1-4. Ну а грузины, безусловно, малосы, сейчас гуляют в Тбилиси, и мы искренне радуемся за эту сборную. Пишите, ребят, в комментариях, а ждали ли вы такого старта от сборной Грузии. Я искренне поздравляю грузин и весь грузинский футбол с таким историческим достижением. Рад, честно сказать, и желаю успехов данной сборной. В следующих этапах чемпионата Европы.